Мир вам! С миром вас не видно Почему? Не знаю Сейчас минуту попробую выключить, включить Давайте Так видно? Нет, не видно А сейчас? Не видно, я скажу, как видно будет Да что ж такое? Может, со связи-то что плохо? Да нет, вроде есть Вот теперь есть Ага, ну хорошо Я слушаю вас, пожалуйста У вас не тянет, видимо, там Хотели отправить Слышно? Да, ну, похоже на то, что Слабо работает интернет Прерывается Слушаю, говорите Мы предупреждаем всех, что у нас все записывается Выставляется в интернет Вы не против? Я не против Я слушаю, говорите, пожалуйста Значит, у меня трое детей И со старшим получилось очень нехорошо Сегодня жена была в школе И вызывал директор Ему 12 лет Значит, там торгуют электронными сигаретами в школе Старшеклассники А он покупал Ну, я так понимаю Сказали, что он еще кому-то подарил эту сигарету И И что еще И что-то там еще было А у меня на той неделе деньги пропали Я так понимаю, они стоят дорого, видимо Но относительно Потому что у меня пропало где-то в районе 15 тысяч Ужас какой Так как же они у вас пропали? Где вы их держали, деньги-то? Как могли пропасть-то? У меня в машине лежит сумочка Ну, там документы И там в кармашке у меня лежат деньги Ну, это десятина Я откладываю туда, кладу И там она лежит, собираю И, в общем, я на той неделе хотел отправить Да, в пятницу А смотрю А денег-то нету То есть там часть лежит А больше части нету То есть мы так подумали Если бы это жулики были Они бы Ну, это самое Отали бы Ну, и сумочку Да Получается, только часть выкинули Я думаю, ну Я подумал же на детей Ну, так-то за ними не было замечено Дома деньги-то лежат Их никто не берет Нормально все Не было никогда замечено А тут вот это вскрылось И я так понимаю Он их взял Потому что больше некому Так надо всегда убирать Дети Мало что не было Вы всегда все храните Чтобы никто не видел и не знал Кроме одного человека Допустим, жена Ну, чтобы при детях Никогда не касались этого места Еще как маленькие Да и в сумке у меня всегда деньги Они должны быть Потому что на работе Там постоянно тратишь Туда-сюда То есть там Я не могу их куда-то Где-то класть Так, чтобы их никто не видел Ну как? Внутренний карман Карман застегивать Пришать Застежки разные Как так? Ну, нету денег Что лучше было? Теперь Задним умом-то Русский мужик умен? Да это умен-то, да Ну, нельзя так А тут мне вопрос Теперь Что мне с ним делать? Просто Такое ощущение Я его готов растерзать У нас Я начальник детского лагеря Как директор 45 лет был Сам создал лагерь Ну и Девочка Одна была в этом замешана А ее спрашивают Старший воспитатель А почему ты у меня не своровал? А я, говорит Видел Вы каждый день пересчитывайте их Вот и все До того, что их пересчитывать Ну это Девать некуда Это лагерь Это лагерь Понимаете? Мы в степи находимся А этот У вас только дома Заназчик В любом месте храните Чтобы Один человек знал Что с вами стучится Где взять? У вас Зависает все время Да, видимо Интернет тут плохой Да, плохого тянет Ну и что Вопрос в чем? Что мне с ней дел? Ну если вы его допросите Он сознается? Да куда же он выйдет Как маленький ребенок Рассуждаете Если он это взял Он будет теперь все время вас брать И тем более Пакость купил Он купил себе Не шапку Не ботинки Ничего не слышно Рвет Плохо тянет Никак Не, не Ни одного слова Непонятно Перерывает Зависит Да, плохой интернет Так Смысл Вы звоните С какой целью мне? Я что с ним сделать? А как? Вы сначала докажите Что он взял Вы сначала докажите Что он взял Он скажет Я не брал Если он взял и стратил Меры надо принять Но если вы его накажете Он не брал Вы будете врагом ему всю жизнь Да больше некому брать-то Они не могли Просто так испариться Больше некому совершенно Ну не знаю Не знаю Некому Потому что все вот так Подошло прям Точно На той неделе Только они Пропали И все А на этой неделе Все выяснилось Я молил Господа Чтобы он открыл Кто это сделал Ну вот Чтобы сознался А теперь Как он вернет деньги? Сможет вернуть? Да конечно нет Как он их вернет? А ему Зачем это Курева нужно? Я вообще Ни ума не дам Ну дайте Ума Ума не хватает Как главный учитель В России был Ушинский Он говорил У него уши у ребенка Растут на спине Пониже маленько Да я понял Да Эта профилактика была уже В воскресенье Но не по этому поводу Так От меня Что требуется? От вас требуется совет Ну я говорю Слышал Все Будьте внимательны Это не игрушка Какая-то От этого вора Вы не можете избавиться Он в комнату К вам ходит Да вот же Вот так У нас тут случай Такой был Отец Души нещаял В сыне Везде брал Он на охоту Научил стрелять А потом смотрит У нее отбойки Он видимо Его там Проучил Он ночью встал Когда спят И обоих С матерью застрелил Закрыл одеялом И пошел в школу А сестра пришла Дня через три Родителей нет А они уже тут Протухли Вот так Что будьте Аккуратны Ему 12 лет Да Ну Это уже большой парень Большой Если он потянулся Покупать что-то Он будет Тянуть Наркотики У вас в доме Ничего не будет Он опустошит Ваш дом Дитя Там и так ничего нету Дитя учи Пока поперек Лапки лежит Да Уже научил Результат я вижу Ну вот Молодец Не бойся Надо учить Потому что За ребенка Вы отвечаете Если вы не учите Ребенка Божественному Златоуст Говорит Вы хуже Разбойника Разбойник Только тело убивает Это родители Которые не учат детей Убивают Бессмертную душу Вот нас У отца было Отец С фронта Руки нету Нету руки У нас было Десять живых ребятишек Пять мальчиков Пять девочек Ну чтобы кто-то Что-то взял Из дому Да у нас и брать Было нечего Денег то и не было Если в магазин Мы бежали Там сколько яички Есть Ковриное сдаем А за них Они дадут Что там хлеб Или что Все свое Бедно-бедно жили А больных Никого нету Хоть самому Бедно Начинать жить Перестать Работать Все время Смотрите Понимаете Чужую беду Руками разведу Поговорка такая А когда к себе Приспичить Не знаю Что делать Но у меня не было Чтобы у меня украли За всю жизнь Никогда Я если В карман положил Еду Я руки вот так вот держу Держу здесь руки Один лезет А тебе вот за руку Ты что делаешь Я говорю Мне надо купить Часы в будильнике Я учился когда еще Ну и все Ну а тут Спрячь где Спрячь Запомни хорошо Куда положил А то я один раз Положил Так и не нашел Да я как бы К этому Спокойно отношусь Нету и нету Слава богу Работы есть Каждый день Поэтому не хватает Ну смотри Так Я совет могу Только один дать Что зря Не наказывайте Зря Нужна Стопроцентная Гарантия Вы добейте Чтобы он Сознался Сознался И тогда Вместе Помолитесь И каждый день Держите его На На учете Не в милиции А дома Каждый день Начинайте с молитвы Но чтобы ни одной Копейки Они не могли достать В доме появился Ворон Все вынесет Мало того Он может дверь Открыть ночью И вас прихлопнут Среди ночи Ну да Все я понял Спасибо Христос Все Благодарю Отхожу